Сегодня Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауезова распахнул свои двери для сдающих ЕНТ. Помимо восьми городских школ тестирования в Техе сдают выпускники областной специализированной школы-интерната номер два для одаренных детей Дарын и военной школы Жасулан. И не все сдающие тесты рады новому формату. Я думаю, старый формат был лучше. И вопросов меньше. Все уже привыкли к тому формату. И за один год до нашего ЕНТ начали внедрять новый формат. И мне кажется, за один год подготовиться нереально. Там грамотность чтения, математическая грамотность, она как бы надо учить 11 лет. А мы готовились к обычному русскому языку, а нам дали грамотность чтения. Все по-новому. Новые правила, скажем так. Новые ведения, новые баллы. Но мне кажется, это к лучшему. В начале я отнесся к этому негативно, потому что нас все 11 лет готовили к одному. А потом в последний момент, считай, за полгода переоформили. И вот поэтому было сложно. Но уже под конец я понял, что такая система обучения, она более эффективна. И вот еще для одного потока вчерашних южноказахстанских школьников все позади. Три с половиной часа тестирования нервов и переживаний. И уже на выходе говорят, что не все так страшно. Напряженная была обстановка, так как я сам уже зашел туда, испуганный весь, переживал. И сам себе такую обстановку создал. Но, по идее, все было очень легко. Если человек год готовился, не зря в последний год остался, год готовился, то нормально можно стать, по идее. Сложного ничего не было. Если ты учился, все будет нормально. Радость, счастье. Как заново родился. Начало было очень длинное. Пошла проверка, потом объяснение. Где-то прошло около часа. Немножко волнительно было. После этого подключили заглушки. И начался нам раздали тесты. Было прямиком вскрытие. Показывали тестовики. Но я оцениваю больше 90 баллов. Предположения о балах пока только догадки. Результаты ЕНТ будут известны поздно вечером. Зарина Шарипова, Талкат Абдинабиев, Марат Давлетов, Ербалат Султаев. Информационная служба телекомпании «Утерар».